Субтитры сделал DimaTorzok Между прочим, специально, чтобы первый совет, как избежать этих ситуаций, это сервис по подбору новых автомобилей от официального дилера, который называется Автоспот Да, это божественная интеграция, но она подходит В сайт автоспот.ру заходите на него и смотрите приложение по новым автомобилям среди официальных дилеров Причем у этих дилеров есть рейтинг, и если вы напоритесь на таких дилеров, как я, то они из рейтинга выбывают Плюс эти дилеры, в отличие от меня, будут сами торговаться за вас, чтобы предложить вам лучшую цену за тачку А мы, когда торговались, нам никто даже ничего не предложил, прикинь? Потому что мы не пользовались сервисом Автоспот Автоспот.ру при этом совершенно бесплатный, плюс он делает покупку проще Кстати, именно сейчас на портале автоспот.ру появились даже автомобили с пробегом Ссылочки на него, естественно, будут в описании Парни, не давайте себя в обиду На небе только и разговоров, что о море и о закате Там говорят о том, как чертовски здорово наблюдать за огромным огненным шаром Как он тает в волнах, и еле видимый свет, словно от свечи, горит где-то в глубине На сегодняшний день я как раз и испытываю все эти эмоции, когда ты валил кучу бабла Ты взял, тебя по-человечески таращит, у тебя улыбка от уха до уха Но где-то сидит эта заноза И ты понимаешь, что ты был вот прямо вот в миллиметре от мечты Но взял чуть-чуть другое История эта, господа, началась 1 февраля, когда на моем стрим-канале вышло видео В котором прозвучал хэштег СВА Академику Вы помогли мне своей активности тем, что оформляли карты Тинькофф Платинум, нашего партнера Благодаря которому мы собрали необходимое количество заявок Нет, необходимое было тысячу Благодаря которым мы не собрали необходимое количество заявок Но тем не менее, вы все равно красавчики Необходимое количество заявок было тысяча Именно при этом условии я мог получить кредит в 11 миллионов Заявок набралось 850 или 860, если не ошибаюсь Это означало только одно Банк Тинькофф выдал нам 8,5 миллионов кредита За эти деньги что мы могли купить? На СВА, естественно, не хотело Хватило бы на каком-нибудь лонговой автобиографии и так далее Но недолго пораскинув, я все-таки понял, что Если я покупаю тачку для себя Нужно брать тачку с приставкой «Самый» Это ключевая тема Люди всегда любят смотреть на машину с приставкой «Самый» Самый дорогой, как в случае с СВА Land Rover Ну или есть еще один самый Land Rover, который Land Rover И называется он самый быстрый Land Rover Range Rover Sport SVR Исходя из этого, как вы знаете, мы начали поиск подходящих вариантов еще заранее Sport SVR, поскольку он самый быстрый Поскольку у него эксклюзивный цвет, который на других спортах не поставляется Поскольку это самый дорогой Range Rover Sport, который можно купить новый Это актуальный модельный ряд и так далее Он мне подходит Мы начали его искать Один стоял в Питере И он, в принципе, был всем хорош Он был у официального дилера Но бедноватая комплектация Когда вы выбираете машину с приставкой «Самый» Не хочется, чтобы она при этом и была самой бедной Даже из самой топовой комплектации Поэтому мы начали искать другие варианты Поскольку машина редкая В стране в продаже Их находилось всего 5 в пиках 6 В том числе в таких городах, как Владивосток, Нижний Тагил Москва, прости господи И Санкт-Петербург В Москве нам не понравился Тот самый сувенир, который был у меня на тесте год назад Он продается, опять же, официальным дилером И является одним из самых дорогих бэушных СВРов И одним из самых ушатанных Чего таить? Поэтому мы приступили к рассмотрению других вариантов И отличный вариант подвернулся нам немножко южнее Чего, мы начнем писать? Да, да, если ты перестанешь меня тыкать, конечно, ногами Закинулся Ну чё, Сань? Поздоровай Поздоровай Привет Привет, как дела? Как долетел? Чё-то как-то по-гейски получается Короче Короче, господа К чему этот прикол? Времени у нас 10 часов вечера Город Москва Да, да Уютнейший аэропорт Внуково Внуково Внуково, да Кстати, ничего такой аэропорт, если так сравнивать даже с ведущими европейскими городами Короче, в чём прикол? Мы едем выдирать тачку И возможно выдирать дилера Хотя я в целом настроен на позитив, чтобы никого, ну толком не выдирать Ну ладно, какое сегодня число, лучше скажем Всё-таки Южный регион, не надо, мне кажется, никого выдирать Число сегодня 20-е Ну а деньги отправили А будем мы на месте 21-го А деньги мы отправили А залог у него был 1-го А вся сумма была 13-го Алло О, где моя тачка? Чуваки Чуваки Для тех, кто не понимает, что происходит и почему это всё на основном канале Потому что у меня уже немножко пригорает Если вкратце, как вы знаете, я всё-таки решил купить автомобиль себе И этот автомобиль я решил купить у официального дилера с гарантиями и со всей фигнёй Проблема в том, что решил купить и нужный автомобиль я нашёл 27-го февраля 1-го числа, то есть марта У дилера уже был залог и начались движения в сторону его оформления на меня При том, что машина физически находится у дилера под окнами И с ней почти всё в порядке, с исключением лобаша, который перед продажей мне поменяли Почему машина стоит в продаже с ноября? Почему с ноября не меняли лобаш и ждали, пока я внесу предоплату и буду сидеть на измене А они при этом будут, почему его ж всё равно менять и так и сяк А остальное расскажу ближе к делу Потому что... Это надо показывать Я просто чем больше рассказываю, тем больше начинает бомбить, понимаешь? А в видосе я хотел быть культурным и на позитиве Бабки 20 дней уже там, о, 10 Бабки там, да, причём как бы бабки-бабки И причём когда ты такие, когда ты отдаёшь две квартиры в Ставрополь Ты думаешь Как они там? Что с ними делают? Ну чё, чё, покупают квартиры на процентах Ну, видимо, да И тачка как бы там, и бабки как бы там И ты думаешь, надо было брать Лачетти на палочке Заметьте, он тырит мой контент Я его беру в Ставрополь, а он тырит мой контент Всем доброе утро, мы в Ставрополь Ты меня берёшь в Ставрополь Хорошо, всё, я увидел совершенство Совершенство просто Мне всё остальное меня вообще мало интересует А зачем номер с полоской и с этой самой окантовочкой стёртой? Ну это, наверное, какой-то стиль местный О, тачка, ты посмотри, Вася Вот это машина Вот это машина Слушай, надо сфотать и в Инстаграм Типа угадайте, в каком мы регионе Всё, чётко, чётко А люди смотрят, вообще не понимают, зачем А мы, ооо, тачка, ооо, да Да, если вы думаете, что вы решили купить тачку За большие деньги? Да, даже без разницы, какие деньги А, то есть у вас есть деньги? И дилер будет вас уважать Особенно, если это премиум сегмент То, как показывает моя практика на данный момент Вы немного ошибаетесь Потому что всем так же абсолютно фиолетово Чё там, кто там, куда там, сколько миллионов упало А однажды всё отдадим Ну, не надо беспокоиться Всё будет хорошо Причём истории при этом рассказываются Ну, совершенно невероятные И недопустимые, на мой взгляд, вообще в реальной жизни Типа, тачка стоит на комиссии Номера не поменяли Номера там нужно поменять с красивых на некрасивые Ещё куча всего Собственника Далее, следует описание ситуации С точки зрения собственника автомобиля Которая, как вмешательство в личную жизнь Мы не имеем права озвучивать с моральной точки зрения Ведь кто-то же из нас должен оставаться человеком Вот это я слышу от официального дилера Представляете? То есть, почему нету там за компом сидел брат Меня взломали Вот это вот, да Отмен группы Land Rover Stavropole Говорит, что он ни при чём Ну, в общем И поскольку мы, как В очередной раз нам были поставлены сроки Железобетонные, я цитирую Мы купили билеты Мы купили билеты Мы забронировали номер Потому что машину уже точно нужно было забирать Так вот, в итоге выясняется, что Ну, вечер перед вылетом, как обычно Звучит фраза Константин, я надеюсь, вы едете не в аэропорт И поскольку у нас с Сашей Всё равно уже куплены билеты Которые не вернуть И дела отменили Да, уже отменены все дела У меня нет съёмок Я всем сказал, что меня не будет в городе И так далее То есть, нам всё равно этот день Как бы он, по сути, пропал Или пойдёт наперекосяк И мы подумали Какая разница, где его проводить Да? Скучать в Питере Или поехать покачать в Ставрополь Где уже всё, как бы, на мази Послушать вживую Да Хотя дилер нам изначально предлагал Вернуть деньги за машину дистанционно Без визита сюда И, ну, в принципе, всё Больше ничего не предлагал А нам уже без разницы Бабки уплачены Всё невозвратно А мы, как бы, теряем и так, и так Поэтому, чё бы не съездить Немножечко не зарамсить Ну, кайп же А, смотри, на выдачу стоит Блин, на выдачу Она хочет за меня посмотреть Да, да, я думаю, что вот и наш менеджер Здравствуйте, мы вам сюда Здравствуйте, нам сюда Да, мы знаем Господа, вот, собственно, и та машинка То есть она, знаете, как в 12 стульях Её можно потрогать На ней можно даже посидеть Но её нельзя унести с собой Вот есть такая Одна небольшая у нас проблема В связи, опять же, с особенностями И у неё красный салон из косяков То есть У неё комплектация Кстати, по комплектации, когда я смотрел объявление Мне её собственник сразу очень понравился Потому что он Он такой же, как я То есть это Meridian Kilo 700 А не 800, что прямо очень мне понравилось Это подножки, допом поставленные у дилера Что очень дорого И я тут же, опять же, бы это сделал Если поставил Нет, пожалуй, только фаркопа Но это уже совсем мои закидоны, грубо говоря Это буду я один дебил Кто поставил такое вообще в мире На эту машину В общем, в целом Она вот прям меня Вот всем устраивает Панорама Отсутствует панорама? А у чёрного есть У чёрного есть А у чёрного есть А мне казалось, что у неё есть панорама Она не идеальна, Саня Всё, бросаем это Давайте посмотрим чёрную Машина совершенно правильная С московскими номерами С московскими номерами? Правильная, я же сказал С московскими номерами Всё, сразу надо говорить, что человек из Грозного Больше ничего не надо Всё, никаких претензий Всё устраивает Ездит на московских номерах Знаем Окупался она тоже у вас? Нет? Да, да, машина Витает То есть я смотрю Нет, ну это стандартно Под полировку Под восстановление Да, 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 да Боковина не поедена Боком не ездила даже Нет, у нас люди очень культурные Очень культурные Просто нам аккуратно ездить Очень О, и главное без холодильника Холодильник тоже обцелывает Да, 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 просто некоторые его покупают А потом думают зачем? Зачем? Сань, без этого, не заводи Ай, спасибо, Саня Всё нормально, можно глушить Он за один Он залочен просто, я вижу, да Ну, когда этих два, это понятно Короче, это обычный СВР Но плюс панорама Плюс проекция, подножки Ну, нормальный такой СВР Но чёрный Я не хотел чёрный Зачем нам чёрный, когда есть уникальный синий цвет? И крышка должна быть не карбон, да, по идее? То есть, прям всё вообще идеально Там, ага, я понял Вот так вот Да, и крышка не карбон Ну, всё сходится Зачем переплачивать 200 штук? 150 вернее Теоретически Мы даже бы его сегодня забрали Чтобы не ждать И не забирать деньги И ничего Но, типа, за очень хорошую цену Ну, всё зависит от клиента, скажем так Комиссионного автомобиля Семь Клиент ваш знаком? Ну, наш клиент Здесь все знакомые Ты что? Незнакомым людям здесь машины не отдают Такие ребята приехали из Питера Да С Питера приехали Хоть хотят именно твою тачку Давайте за семь его забрали А вопрос сейчас номерами Да Он только его поставил, ещё не успел Это мы сейчас про синие говорим Нет, про чёрный Про чёрный? Что он тоже на этих каких-то? Ну, как бы такие машины сейчас Ну, давайте семь Ну, только разговаривать Нет, потому что вопрос он Не вставок Не вставок, когда он не врослый Не сможет даже снять В любом случае Не, ну, если мы договоримся, мы день-то тормознёмся Ну, да Давайте пробовать придумывать Да, давай Это вариант Б, правильно я понимаю? Это вариант Б Нет, вариант А это самолёты И добрый вечер И мы возвращаем деньги, кстати Это вариант А Тут ещё в чём проблема Что такие машины продают клиенты Как правило в деньгах не стеснённые Да То есть им, честно говоря, непонятно Зачем они должны терять свои деньги А осознание этого приходит Только когда они им зачем-то понадобились Вот такой сидишь, такой Ну вот Блин, семёрка Семёрка У меня что-то, я вспомнил Тачка же в подвале Маринуется Ставра Ну это продавала А чё, ребят, а чё, она не продавала? Ммм, давайте скинем Вот тогда это начинается Но Так просто удобнее И вот мы подходим к самому интересному вопросу Который вас всех волнует И вы в комментариях, я думаю, уже многие из вас на него ответили Так или иначе Вопрос Кто виноват? Кто виноват в том, что я, приходя к дилеру Land Rover Не могу купить Land Rover? Чей это косяк? Почему так делает дилер? Схема, она заранее неверная Она косячная При этой схеме не защищён никто Не защищён собственник Не защищён я Не защищены менеджеры в салоне Которые находятся вообще между двух наковален С одной стороны у них требовательный я Который постоянно орёт, где моя тачка С другой стороны у них фактически собственник машины Который, ну, по сути, потерялся Который ничего не делает, не выходит на связь И у них же мои бабки То есть менеджеры находятся вообще В очень подозрительном состоянии Где все сомневаются А зачем они вообще нам, собственно, нужны Почему так делает дилер? Потому что может И то, что может, даже и пёс с ним То, что официальный дилер Land Rover Применяет схемы, которые, по сути, Обычный перекупский салон Которых в Москве в каждой окраине навалом Это лично на его совести А вот то, что официальная ООО Jaguar Land Rover Россия Которая находится на международном шоссе Разрешает официальным дилерам Такое отношение к клиенту заранее То есть реально Российское подразделение Jaguar Land Rover Я уверен, что знает, что дилер действует По таким некорректным, несовершенным Цыганским схемам Вы чё? Короче, по итогу переговоров, господа Ситуация следующая Мы, конечно, душой уже в СВР, да, Сань? А я уже в СВА Но в итоге мы взяли ёлку Ну что, ёлка принадлежит мужчине Максиму Максим очень рад в душе Но у него четырёхступенчатый автомат Поэтому я ощущаю себя как на фронтере, знаешь? Вот то же самое, когда мы едем постоянно То есть коробка постоянно в пробуксовке Поэтому у Максима при двигателе 1.6 Расход как у 5.0 13.4 в городе При том, что ты нифига не дубасишь Ты едешь очень комфортно Но это елка, что вы хотели Только игрушечки И есть 4 режима звуков Поворотников Я подумал, нафиг нам СВР, Сань Это классик Это Crystal Symphony Urban Rhythmic Давай Секратно Это все время не переставит просто радовать И Jungle Fantasy, пацаны А вот это что за звук? Это открытие двери типа того Но как это относится к Jungle Fantasy? Погодите И естественно игра Кто хочет стать миллионером Вопрос Какой звук на елке у поворотников? Помощь зала есть пункт? Нет? Что касательно СВР На данном этапе не договорились Потому что имеющуюся и оплаченную В наличии машину нам не забрать По черной машине Собственник, поскольку черная машина Тоже находится на комиссии Двигаться по цене не захотел Поскольку обе машины комиссионные А мне казалось, что почему-то черная Выкуплена на LR Approved То, в общем-то, дилер здесь хоть и решает Но только консультационно То есть дилер может позвонить собственнику И сказать ему, что покупатель Предложил данную цену Плюс сам собственник Еще находится в другом городе И еще машину нужно делать на переучете То есть вариант Купить все равно ничего не получается Вот так работают дилеры LR, к сожалению, ребят Но мне кажется, такие варианты, как комиссия Нужно, конечно, у дилеров изымать Вообще из актива Потому что это ведет к таким вот последствиям Что человек приходит с баблом А в итоге ничего сделать не может То есть нужно оставить только трейдин Получается А с трейдином все проще У нас есть сумасшедшая идея Значит, срочно хапаем билеты на Москву И летим в Москву смотреть следующую тачку То есть знаете, как это обычно бывает у людей Вы смотрите объявления в своем городе И ваша задача за один день объехать несколько объявлений У нас задача за один день объехать несколько объявлений по стране Этим мы и занимаемся Ёлка, жми Оооо, вот это, Макс Аккуратнее, аккуратнее Это все-таки не СВР Чтобы избежать таких негативных последствий Цивилизованное сообщество уже давно придумало такую вещь, как трейдин То есть вы приезжаете к дилеру Неважно, на автомобиле той же марки или другой И дилер эту машину на себя выкупает Вы получаете на руки наличность, и машина встает на учет на ООО, которое принадлежит этому дилеру, или просто оформляется ДКП на юрлицо. А я, допустим, когда прихожу к этому же дилеру, уже вижу, что тачка уже оформлена, она уже полностью подготовлена к продаже, в ней, допустим, поменен треснутый лабаж, допустим, уже сняты красивые номера, которые, собственно, не хотел себе оставить. И, по сути, занося деньги в кассу, я могу уехать на ней в тот же вечер. Удивительно, но мы знали про такую схему, мы просто нашли объявление, которое соответствует этой схеме. И получилось так, чтобы купить Land Rover по этой самой схеме, мы поехали в салон Porsche. Все говорится, как говорят. Вот он так. Вот так вот пришел, вот так вот в Инстаграме Форча появляются фотки. Чего, чего, чего? Чего, когда пришел к чужой машине, смазка, типа моя, да. Короче, мы пришли в салон Porsche, блин, ну они такие все классные, короче. А мы идем смотреть наше английское, да, дроволёт. Причем они где-то в подвале, похоже, стоят такие наши. Да, естественно, там как картошка и рейндж-роверы, в принципе, они все в одном. Но нам уперся именно тот вариант, это тоже неплохой. Ну а вот... Ну это потом, когда подрастем. Ну, да, через месяцок. Сейчас закрою кредит за СВР и возьму Панаму. В принципе, ну а что? А там и Панаму универсал выйдет, там уже... Я же не зажался. Нет. Можно порассуждать насчет... Да, рассуждать можно как угодно. А, ну рассуждать это не зажался еще. Короче, господа, хочется сказать сразу отдельное спасибо за сервис. Всем дилерам, кстати, да, без исключения. Потому что мы сегодня выпили очень много чая и съели корпоративного шоколада. То есть мы приходим просто во все дилеры и везде, пока длится ожидание, нам сразу выносят чай, шоколадки. В общем, и тачку моих, смотри, да с подлокотниками. И тачку, хотя мы и не купили, но, знаешь, напились просто на косарь, наверное, чай. Нет, ну они красавчики, вы посмотрите. Все-таки, хотя не Панама, собственно, не Макан мне лично не подходит, но вариант прямо взять их щекочет нервы. Прямо щекочет. Итак, вечер у нас уже, да, Александр? Да. И третий на сегодня драный рейндж-ровер, да, проклятый. Но этот у нас за самую лучшую цену. То есть это заявленные 6-150 и он стоит не у дилера ленд-ровера, что важно. Значит, по фактическому состоянию мы имеем тормоза живые, но живые, но ненадолго. Зимнюю липучку, вы посмотрите прям. Ну, то есть как раз новую ставите, она у меня есть. Вымытую подвеску там практически. То есть подвеска, напоминаю, нас может беспокоить, она не полностью гарантийная. Машинка стояла какое-то время. Ну-ка, 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 колодки. Не целую, но половину метают. Ну, да нет, не половину, их там 5 миллиметров. Колодки под замену, по факту. Что? Буквы не клеены. А буквы здесь могут быть клеены, это не страшно. О, обычная крышка, не карбон. Опять же, наша любимая комплектация. Самая простая. Как я понимаю, меридиан. Соответственно, только не топовый холодильник. Ну-ка, есть, нет? Оп, 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 холодильника нету. То есть здесь все по-человечески. Панорама. Панорама. Панорама, главное. Как она будет лопаться, когда мы ее кувырнем, да? Вот это самое главное. Климат четырех. А, даже не золоченный в этот раз. Ничего себе. Ну-ка, все работает. Нету заглушки для прикуривателя, вопрос большой, где она. Так, модельный год у нас. Модельный у нас пятнадцатый. То есть это одна из первых. Смотри, сейчас покажу тебе. Да. Видишь камера? Да. В модельном шестнадцатом году возле нее стояла уже писалка и омывала камеру. А-а-а. Делается элементарно, не за большие деньги. Без допов багажник, простой. Запаска в наличии. Запаска устанавливалась, по-моему. Хотя нет, вот краска печать, нет, запаска не устанавливалась. Но, в принципе, и все. Затертое уже стекло дворником заднее, смотри. Видишь? Да, вот. То есть как будто его заело, и он по суху. Причем он нормально затертое стекло. Прямо вообще душевно, смотри. Надо полировать будет стекло. Капот, фары, бампер, решетка. Чуть-чуть электрики, радиаторы были целые. Все бито, менее накрашено. Ремонт двери передние обе, правая и левая. Подвеска, пневмо два года как плохо работает. Каждую зиму и лето. Вот, собственно, такой автомобиль. Но, это богатая комплектация, это 600, это допом подножки, установленные на дилере. И, в принципе, честный пробег. А, и ДТП, потому что он сбил человека. Вот тут какая прикольная тачка. То есть она еще может быть и даже классная. То, что погоны майора еще под бампером. Это важно. Мешка ролик поет, вот что мне не очень нравится. Да, но ролик, опять же, это гарантия, это меняется. Плюс, возможно, он прогреется, поездит и не будет. Пробег у него 17-400, ничтожный. Адаптивный круиз, пацаны. Вот это ультражир. Но сразу можно работать с тачкой. Сразу можно. Ну-ка, 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 ну-ка. Все нормально. Здесь заглушка есть, сзади нет. Ну, заглушка, это ладно, это все работает. Ну, пост не затерта, а очень часто здесь бывает затерта. Смотри, нет, ничего нету. Ну, 17 тысяч-то не должно быть. Ну, все равно сиденья под замену. Слушай, нет, короче, все понятно. Можно дальше. Пойдем торговаться. Дальше особо не смотреть. Пойдем торговаться. Пять и забираем, все. Отличный автомобиль, господа, отличный. Короче, купить, вложить 200 и ездить. И как вы видите, из всего озвученного выходит, что если бы мы приехали в салон Порше с наличностью, мы могли на этой машине в тот же вечер из этого же салона уехать. Насколько это сильно контрастирует, да, с тем, что мы три недели в одном дилере так и не дождались своей тачки, при том, что у него все бабки на руках, и в другом мы могли уехать сразу же. Вот вам и есть разница между комиссией, да, старообрядной схемой, и трейдином, новообрядной схемой, так сказать. И тут вопрос. Почему компания Jaguar Land Rover допускает по-прежнему, что дилеры могут пользоваться такой несовершенной схемой? Я понимаю, что вы можете... Дилер-то совершенно ни при чем. Он действует так, как ему разрешили. Но не надо разрешать дилерам заниматься цыганщиной. Я вас умоляю, это просто не цивилизованно. Понимаете? Я, не я, да кто угодно. Люди, многие так зависают по этой схеме, потому что вы, прикрываясь именем дилера, по сути, занимаетесь просто в лоб, ну, перекупством. Это совершенно пещерная схема. Она недопустима, если вы представляете с такой мощной компанией. Да, конечно, в этой схеме есть неоспоримое преимущество. Невозможно попасть на деньги, потому что деньги хранятся у посредника, у юрлица, которое кидать вас не будет. И сейчас товаропольский дилер мне деньги, потому что я попросил расторнуть договор, все по счетам, по договорам, все очень серьезно, возвращает обратно на счет. И потом эти деньги я уже непосредственно переведу на счет Porsche. Но понимаете, какой из-за вот этого идиотского просчета, абсолютно идиотского, парадокс, я не смог купить Land Rover у дилера Land Rover и поехал к дилеру Porsche, чтобы купить Land Rover. Что происходит? О, Jaguar Land Rover, что за бред? Почему вы это допускаете? Это просто слив года. Да, я знаю, что мне не дадут на тест больше Land Rover. Да и в рот наоборот. Я просто хочу, чтобы вы поняли, не надо в Land Rover покупать Land Rover по комиссии. Не надо. Звоните и уточняйте. Представляете, в чем прикол? Мы в 21 веке вынуждены теперь звонить дилерам Land Rover и спрашивать, а это честная тачка или вы просто перекупы? Ну и в заключении, естественно, я хочу поблагодарить огромное количество людей, которые помогали нам во всей операции. Это начинаю от Тинькофф Банк, кто непосредственно спонсирует весь этот банкет, кто поверил в нас и выдал нам все-таки кредит в необходимой сумме, потому что, а что таить, потому что никто, кроме них, больше не доверяет нам настолько. Это люди, которые встречали нас в Ставрополе. Это человек Максим, который сразу посмотрел автомобиль, встретил нас из аэропорта, отвез в аэропорт и всячески, в общем, нам сопутствовал. Это, естественно, Александр Царев, человек, который списывается во все блудники и готов ехать на любые расстояния, только чтобы понять, как же там будут развиваться события. Это менеджеры салонов Ставрополя, которые в этой ситуации являются просто заложниками системы, которые находятся между двух наковалин, и им никуда не деться. Вот эти два непонятных дурацких клиента, которые каждый день от них что-то требуют, и, по сути, не договориться-то клиентам, а звонят они все одному менеджеру в салон. Они помогали, как могли, предлагали разные компромиссные варианты, и мне и ему. В итоге, конечно, мы не договорились, и договор на сегодня расторгнут. Ну, естественно, Порше, Центр, Таганка. Очень приятные люди. Кофе, печеньки. Все в порядке. Касса там, машина там. Все, простые и понятные отношения. Кстати, в Лендровере тоже были кофе, печеньки. Мне подарили книгу и варюшки, где каждая петелька соткана с любовью. Все-таки Лендровер. Все-таки хорошая марка. Но, к сожалению, марку я люблю гораздо больше, чем людей, которые ее продают. На этом все. Не повторяйте моих ошибок. Покупайте те машины, которые нравятся. Огромной вам всем удачи. Я жду, не дождусь уже все-таки сувенирчик. И пока. Кстати, важный по скриптам. Мы не хотим сказать, что все дилеры плохие. Мы знаем очень много плохих дилеров BMW. Чего? Я знаю плохих дилеров BMW. Я знаю ужасных дилеров по Audi. Я знаю отвратительных дилеров по Skoda. Кстати, прямо вообще-то прям так хочется вкрутить. Честное слово. То есть мы не говорим, что дилер Лендровера дно. Дилеры они у всех есть разные. У ААЗ есть отличные дилеры по ААЗу. Да, у вас есть деньги. Нет, идите в жопу. Это УАЗ. Это просто супер тачка. По тому же Лендроверу я сталкивался в Питере. По Лендроверу есть и хорошие дилеры, и плохие. Есть дилеры, которых прям я не люблю в Питере. А есть прям очень хорошие дилеры. Ну, сами понимаете, тут дело не в марке. Тут дело в тех людях, которые конкретно работают на местности. Может быть, непосредственно в директорах дилеров. То есть в собственниках, да, кто организовал это. То есть мы не хотим унизить Лендровер. Мы просто говорим вам, какие ситуации случаются. В том числе и с другими марками. Эта схема не обязательно для этого создана.